18 апреля дождь барабанил всю ночь по крыше он лил 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 то крупными градинами то горохом то типа как ветками бил по крыше мозг как-то отключался и спал 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 я сегодня опять от отоспал 12 часов к ряду вот как показать сколько налилось воды из дождя а очень просто смотрите полная тарелка вчера в этой тарелке ничего естественно не было лежал только лишь половник так вот воды за ночь за сутки налилось ну сколько 5 сантиметров точно то есть 50 миллиметров осадка выпало да чудно я сейчас скипячу чай кусну вчерашние ушки и начну делать крышу над головой пельну и приставлю к этому дереву второй столб повыше для того чтобы на него положить вторую перекладину у этого дерева сделаю то же самое тоже поставлю столб повыше свалю тонкую сосеночку как мы называем карандаш и положу новую перекладину а уже на новую перекладину накину тент главное его закинуть растянуть его уже будет несложно и надеюсь у нас получится крыша лицо с испанья конечно мятая бугристая морщинистая и мешковатая ну что поделаешь 12 часов их то себе знать организм отсыпается от города прям как будто вот оторвался прям вот ух вот сейчас надо поспать вот именно сейчас на поспать я вчера тоже 12 часов от дубасил и сегодня 12 часов а позавчера было 11 позавчера я план не выполнил а сегодня вчера план выполнил 12 часов пол суток организм просто напитывается природой бодростью скидывают городскую суету печаль грусть память о беготне который неизбежно сопровождает нас в городе который мы вынуждены заниматься а здесь все размеренно тихо и спокойно здесь лес валкой стволов обойдусь по минимуму он видите в центре кадра лежит уже ствол кто-то до меня его уже скинул вот я его пильну пополам наверно принесу это будут столбы для натяжки тента уважаемые товарищи извещаю вас о том что я начал строительство нашего тента над биваком я уже поставил два столба которые будут опорниками для срединной лаги вот смотрите вот один столб его приторочил пока не смейтесь скотчем к стоящему на корню дерево высота в районе четырех метров точно такой же притороченный на скотч поставлен и второй столб теперь моя задача состоит в том чтобы в одиночку взгромоздить на столбы вот эту срединную лагу этот карандаш я нашел в распадке кто-то подорвал его примерно на расстоянии полутора метров от корня и бросил следы подрыва на лицо я лишь чуть-чуть вот в этом месте подрубил чтобы дерево свалилось окончательно сначала мы замотаем стрейч-лентой нашу лагу средину дабы тент елозе по ней не рвался всяком случае чтобы ему было легче перемещаться ветер ведь мы обычно так делаем когда строим дом из полиэтилена сейчас у нас тент из полипропилена покрепче но я думаю это предосторожность не помешает так лага у нас готова сейчас спустя небольшую паузу я начну ее вздымать на столбы занятное будет зрелище начинаем вздымание я выломал из уже сваленный 2 сваленный взрывом видимо два взрыва было сосны тонкой сосны я отрубил от остатков той сосны рагулю сейчас это рагуле сейчас я сначала правый конец подыму на перекладину в том рагуле возьму и уже положу на столб а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как говорил мой мастер токарного дела Когда мы на заводе постоянных магнитов Проходили производственную практику раз в неделю Он говорил следующее, когда деталь получалась точной и правильной Он говорил так Выходи строиться Я вышел строиться Я почти самый главный элемент Почти В одиночку сделал Теперь нам надо Лагу на столбах закрепить Возможно буду делать Либо лестницу Либо еще как-то изловчусь Но закреплю Я же там сделал впадинки В столбах Как раз под округлость лаги С той и с другой стороны Они сейчас лежат Концы в этих округлостях Надо там только лишь Забить Два хороших гвоздя В столб В торец С одной стороны И с другой стороны Ну и может быть привязать еще и к дереву И все На левом столбе я соорудил лестницу Одновременно это скрепы Столба С растущим на корню деревом Сейчас я по этой лестнице Поднимусь И забью в торец Лаги Два гвоздя В торец В торец столба Через лагу Все На левом столбе Конструкция готова На пользу и лесенка останется Не помешает Так Сейчас такую же лесенку Спроварим на правом столбе Одновременно скрепив столб И стоящую на корню дерева Лестенка позволит мне подняться И тем же самым образом Забить гвоздь В правый столб Задача будет Самая главная задача Для вздымания Лаги наверх Для натяжки тента Самая главная задача Будет выполнена Остальное уже дело техники Я соорудил лестницу На правом столбе Сейчас я туда Взгромождусь Или взгромождусь И забью Вот этот скромненький гвоздик Все готово Лага у нас закреплена Сейчас мы будем Сооружать тент Я его разложил Сейчас его растяну Ну а потом будем Закидывать наверх На лагу Единственное что побаиваюсь Так это то что Лагу взнес высоко Ну соответственно Размаха тента Не будет хватать На то чтобы Покрыть бивак Это не проблема Столбы подпиливаются Лестницы выбиваются Столбы опускаются оба И все С лежащей на них Лагой То есть лагу Можно даже не трогать Берем мощную Монтажную веревку Сминаем Окончание Тента И привязываем веревку К смятому тенту Как в одиночку построить дом Да вот так Берем окончание веревки И вяжем Вяжем на банде Ну а почему нет И героически Забрасываем его Через перекладину Механизм готов Подъемный Отвязываем веревку Потянули за бантик И начинаем растягивать тент Вдоль перекладины Понятно что сразу Он не подастся Для этого мы возьмем Длинную палку И на нее Оденем бутылку Дело в том что если Перекладина будет низко То есть конек тента Если будет низко Дым будет задерживаться Внутри домика Ну и мы все будем чертыхаться Будем черное Серое Тут слезится глаза В общем кайфа не будет Поэтому высота должна быть достаточной Для того чтобы дым уходил А не стелился Биваком Для чего еще Стрейч лента была Обмотана Перекладина А для того чтобы Тент спокойненько Вот так как сейчас Это произошло Скользил при раскладке Учитывая что у нас есть И второй тент И даже третий У нас ведь Три тента Вот этот Более плотный 5 на 8 метров Менее плотный Не догляделый Всего 70 грамм на метр Квадратная у него плотность Маловато То есть на основной тент Он не пойдет И у нас есть громадный кусок По моему 35 что ли Или даже 40 метров На 6 метров Единым куском Полиэтиленовый тент Который мы использовали В прошлом 2017 году Когда строили огромный дом Он тоже в машине Если вдруг народу это не понравится Мы достанем Здоровенный кусок Полиэтилена Натянем полиэтилен Какие проблемы? Ну и теперь я должен показать Что в конечном итоге получилось Получилось следующее Вот такой 8 метровый тент Теперь накрывает наш бивак Его не хватит на то Чтобы соорудить Например вот здесь Новое кострище И четырехугольник Или шестиугольник сидушек Но его вполне хватает Чтобы накрывать сейчас Стол Лавку И значительную площадь Лагеря Полагаю, что я заслужил За сегодняшний день Съесть что-нибудь посерьезнее Чем чай Банан Финики И немножко сухариков А именно Вмолотить пару тарелочек Вчерашней ушки Ну, может быть дополнив Еще чем-то Посерьезнее Правда не знаю, что посерьезнее У меня там только рыба Какие-то сладости Халва есть Да Достать что-нибудь С солдатско-офицерских пайков Слопать, может быть, оттуда Шоколадочку Посмотрим А далее Я нашел еще одно Замечательное место Которое я вам сейчас покажу Смотрите Такая седловина Вся в соломе В мягкой соломе И какой чудесный вид открывается Сюда даже лавку не надо Здесь просто пену притащил Лег Или присел И балдей, как говорится Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok